В Украине вместе с продлением военного положения продлевается и всеобщая мобилизация. Кого призовут и куда? В каком количестве людей нуждаются вооруженные силы Украины? В эфире Нехта самые важные и интересные новости. Россия в панике открывает и закрывает Крымский мост. Чего боятся оккупанты? Нарастает количество странных инцидентов. А почему, кстати, странные инциденты нарастают? Потому что проблема более существенная. Российские войска обстреляли Одессу и Николаев. Мэр Львова призывает покупать буржуйки и фонарики на батарейках. Поэтому сегодня наша задача – подготовиться к ситуации, которая тяжело уявляет. Крымский мост должен быть разрушен. На официальном уровне в Украине уже готовят нас к тому, что в Крымский мост может прилететь. Это незаконная конструкция и главные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены. Украинские медиа, ссылаясь на разведку, говорят, что время от времени движение по мосту ограничивается из-за возможного обстрела. По еще менее официальной версии оккупанты планируют покинуть полуостров с семьями. И давайте их в этом не винить, а даже поддерживать. Мы остаемся с пониманием того, что в Крыму будет становиться еще неспокойнее. И диверсии, и профессиональные диверсии, то есть диверсии партизанского типа, и диверсии, которые обусловлены работой Украины как таковой. Я сейчас безотносительно к Джанкою и к Гвардейскому говорю, да? Я говорю в целом, что будет происходить. То есть диверсии, связанные с протестными движениями собственно оккупированных территорий, в которых будут участвовать люди, которые там долгое время находились под оккупацией. Второе, это будет профессиональная работа диверсантов, которые будут иметь отношение к эффективной украинской армии. Третье, это будет все больше и больше сказываться головотяпство российской армии. Почему? Потому что когда нарастают панические настроения, они ведь нарастают не просто где-то, они нарастают в том числе и среди руководства вертикали, управленческой вертикали российской армии. И это передается дальше на низовое звено. Совокупно количество эксцессов, а посмотрите, кстати, посмотрите вот целую статистику по всем регионам Российской Федерации, нарастает количество странных инцидентов. А почему, кстати, странные инциденты нарастают? Потому что проблема более существенная. Курортный сезон в Крыму, вероятно, преждевременно скончался. Странно ведь, все под контролем и жителям Крыма ничего не угрожает. На сегодняшний день Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями Министерства обороны. А если и угрожает, то у них есть компенсация от 10 до 100 тысяч рублей за жилье, которое пострадало в результате детонации снарядов, которой не было. Стало известно, кого еще мобилизируют в Украине. Министр обороны Алексей Резников прокомментировал ситуацию с мобилизацией, кого куда могут призвать. Насколько я знаю, сегодня мобилизационные потреби задовольняются через пошук конкретных фаховцев. То есть не загально нам столько, сколько, сколько требов. Мы достаточно много уже мобилизировали до ЛАВ СССР, а не только СССР Украины. Сейчас конкретные фаховцы, это могут быть операторы выплат, это могут быть специальные айтишники, связисты, артилеристи и так далее. Особенно на фоне того, что мы получаем уже современное, более sophisticated військовое обладание натискового стандарта, то, соответственно, и фаховцы нам нужны, и способны швидко опановать такие системы, что мы рады показать, что очень эффективный ролик. Итак, количественного увеличения пока не будет. А это, в свою очередь, подтверждает, что потери вооруженных сил Украины не такие большие, как это хочет показать российский генштаб. Окупанты обстреляли Одессу. Может быть, в попытках за что-то отомстить российские войска выстрелили по Одессе снова. На момент записи этого видео известно о трех раненых. Пожар на площади в 600 квадратов, прибрежной базе отдыха и частных домах рядом. И еще один ответ. Обстрел Николаева. Повреждено здание Черноморского национального университета. Там пострадавших нет. ФСБ играют в игры. На самом деле это не такая и редкая история. Чем-то нужно заниматься. Мы придумали ФСБ, такую игру, которую в компьютере, в интернете, в телеграм. Как будто это квест. Безусловно, это не кажут орки и ФСБ, что они это орки. Они кажут, что это все игра. Они не кажут, что это российская разведка. Что-то нужно сфотографировать. Объекты критической инфраструктуры, военные объекты, перемещение вооруженных сил Украины. Мы хотим на деслаты и на ВЗЦ выплачивать грошевого нагорода. Не смешно. Подобные игры иногда помогают в координации ударов. Правда, похоже, играют в них пока только крымчане. Но есть и люди, которые действительно помогают оккупантам осознанно или нет. Особенно опасно это в районах проведения боевых действий. Но там и Служба безопасности Украины особо тщательно подходит к поиску таких людей. В медиа появилась информация о задержании 400 людей, которые подозреваются в связях с оккупантами в Николаеве. Что это за люди? Ситуация разная. И бывает так, что люди, не понимая, что они помогают, помогают. Конечно, их никто не заештовывает. С ними проводится разъяснение работы. Ну, я пример скажу. Старый знакомый, не знакомый, новый знакомый какой-то телефонует. Ой, я там был в школе, дитину везу. А еще працюет школа. Мэр Львова призывает покупать буржуйки. Зима может быть холодной, может быть теплой. Но это точно будет зима. Андрей Садовой, мэр Львова, говорит, что отопительная система города готова. Но есть нюансы. Я думаю, так. Потому что, когда ударили российские ракеты по трех подстанциях электропостачания, моментально выникли проблемы. Но, слава богу, что мы, например, для водоканалу вибудовали альтернативную систему подачи электроэнергии. И все насосные станции работали. Люди даже этого не слышали. Поэтому сегодня наша задача – подготовиться к ситуации, которая тяжело уявляетесь. Что нужно иметь? Ну, слушайте, еще никто дрова не изменял. Они всегда рятуют в сложный час. То же самое вогиле. Мы закупляем очень много буржуйок, потому что они единственные, что может остаться, если мы должны быть готовы, мы должны иметь запас всего, что нужно иметь в первую очередь. Ночью турецкая армия вошла в Африн и вступила в бой с курдскими формированиями. По крайней мере, об этом пишут местные медиа. Пишут про авиаудары и обстрелы артиллерии. Будем держать вас в курсе этого конфликта, в который, кстати, снова могут втянуться страны-соседи, ну и Россия, куда же без нее. Эхо крымской бавовны или «когда цензура в головах». Если пропаганда работает с неготовыми актерами или даже не с актерами, а говорит местным жителям, что именно им нужно говорить, получается забавно. Только шесть часов и шести не было. Я смотрю, бахкает, бахкает. Я вышла на город, смотрю, уже огонь. Смотрю, солдаты на танках уезжают, откуда была. Я прибежала, это... Пробежала, говорю, дети, давайте убегаем. Что дальше? Ну, дальше. Все убегали сюда. Серия сильных взрывов. Лично у меня в квартире. Спальня вывернула окно. Пятикамерное. Очень плохо стояло. Не надо говорить про танки вслух, говорит женщина с пятикамерным окном. Ракеты запущены в сторону Японии. Другая ядерная страна с непредсказуемым лидером отчиталась о проведении испытаний крылатых ракет. Две такие полетели в сторону Желтого моря. Хоть КНДР запрещено производить пуски с использованием технологий баллистических ракет в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН, сегодняшний запуск крылатых ракет не является их нарушением. Да и разведка как минимум двух стран, Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки, следит за такими испытаниями. Все под контроль. Украинский боксер Александр Усик перед матчем-реваншем с британцем Энтони Джошуа показал, как он собирает монеты в поддержку Вооруженных сил Украины. Илон Маск покупает футбольный клуб Манчестер Юнайтед, но на самом деле нет. Маск пошутил в твиттер, почти сразу же ответил в комментариях, что это шутка, но воодушевить успел очень много людей, в том числе и меня. Надеюсь, и нам это удалось. На эту минуту у меня все. Спасибо, что смотрите и поддерживаете ресурсы НЕХТА. Спасибо за вашу активность. Лайки, репосты и комментарии – это очень важно, ведь они помогают расширять нашу аудиторию, а это означает, что еще больше людей узнают правду. До новых встреч и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok